Доброго времени суток девушки! Сегодня очередная тренировка для вас. Тренировка в круговом режиме, состоящая из четырех упражнений. Это отжимания от скамьи, руки за спиной, классические приседания со штангой на плечах, румынская становая тяга и жим гантелей стоя. Данная тренировка похожа на одну из тренировок начального уровня. Единственное, мы будем выполнять не упражнение за упражнением, а выполняем подход одного упражнения, отдыхаем 30 секунд, полторы минуты, выполняем подход другого упражнения и так по кругу. Нам с вами необходимо будет сделать пять кругов. Естественно, на начальном этапе у вас это не получится, да и не стоит. Начните с двух-трех кругов и постепенно прибавляйте круги в своих тренировках. Начинаем, как всегда, с разминки, в которую входят гиперэкстензии. После этого переходим непосредственно к упражнениям. В отжиманиях от лавки необходимо соблюдать определенную технику. Таз должен находиться как можно ближе к лавке. Ноги старайтесь держать практически выпрямленными. Тогда вам будет легче делать это упражнение. После него отдыхаем 30 секунд минимум, полторы минуты максимум и переходим к приседаниям. Выполняем также 15 повторений. Техника стандартная. Вы все ее знаете прекрасно. Спинка прямая, лопатки вместе. Смотрим перед собой. Основной вес на пятках. Ни в коем случае не переносим его на носки. Вверху ноги полностью не распрямляем. Садимся как можно глубже. После приседаний мы с вами делаем также паузу в 30-40 секунд, чтобы, в отличие от кроссфита, не убивать свое сердце. А то, что кроссфит убивает сердце, может оспаривать только безграмотный человек. Потому что, когда вы выполняете силовые упражнения без перерыва, пульс поднимается и зашкаливает за 180 по 200 ударов в минуту. Естественно, вы знаете все еще с уроков школьной программы, что есть систола и диастола, когда сердце напрягается и расслабляется. Так вот, на таком пульсе сердце, сократившись, не успевает полностью расслабиться и происходит очередной сигнал на сокращение. происходит увеличение, кипертрофия левого желудочка, что в итоге может привести и обязательно приведет к ишемической болезни сердца. Поэтому, ребята и девчата, все, кто занимается кроссфитом, большая просьба. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, то не выполняйте упражнения без пауз между ними. Кто бы вам что ни говорил, минимум 30 секунд отдохните. Иначе это не здоровье, это противоположное ему. А все вы приходите в зал не только за красивой фигурой, силой, но и в первую очередь основная масса приходит за здоровьем. Обратите внимание на технику выполнения каждого упражнения. Если у вас что-то не получается, не ленитесь потратить неделю, две, месяц, больше на изучение техники. Техника в нашем деле самое главное. Потому что без правильной грамотной техники вы обязательно получите травму. А травма перечеркнет любые занятия, что не нужно ни вам, ни залам, никому. Но вам в первую очередь. Обратите внимание, и я это всегда подчеркиваю, что румынская тяга, неправильно ее называть тягой на прямых ногах. Потому что ноги всегда остаются слегка согнутыми. Никогда, ни при каких условиях, кто бы вам что ни говорил, не распрямляйте колени полностью. Это приведет к травме позвоночника. Вы получите грыжу, протрузию гарантированно в поясничном отделе. Когда вы выполняете жимы гантелей, обращайте внимание на то, чтобы гантели опускались только до уровня ушей. Руки должны быть с телом в одной плоскости. На выдохе поднимаем вверх и медленно стараемся опускать. Позитивная фаза движения всегда должна быть быстрее негативной. Это нужно, во-первых, по той причине, что негативная фаза не должна быть под действием сил притяжения. Вы должны опускать вес мышцами, а не под действием силы тяжести. И негативная фаза на самом деле гораздо эффективнее позитивной. Не забывайте об этом и всегда следите за тем, чтобы вы опускали вес медленнее, чем поднимаете. Особенно это важно в таких упражнениях, как становая тяга, приседания, румынская тяга. А становая тяга и румынская тяга это разные тяги. Почему? Потому что если вы будете резко бросать вес вниз, вам придется ловить его. А вот когда вы будете его ловить внизу, тогда и будет происходить перегрузка межпозвоночных дисков. Нам с вами это не нужно. Еще раз повторюсь. В первую очередь мы всегда думаем о здоровье. Помним, что между упражнениями, между подходами в сегодняшней тренировке, мы всегда делаем паузу отдыха. Минимум 30 секунд. Максимум 1,5-2 минуты. Смотрите, как Юля отжимается. Это неправильно, потому что ноги у нее согнуты. Таз далеко от скамейки, приходится округлить спину. Вот Танюшка делает это упражнение гораздо правильней, потому что, видите, корпус у нее направлен четко вниз. Таз не уезжает вперед, и поэтому техника гораздо правильней. Чем грозит неправильная техника? Неправильная техника грозит перегрузкой плечевых суставов, что приведет к травме. Старайтесь не опускаться очень низко. Угла в 90 градусов в локтевом суставе достаточно. Два подходика, два круга делаем с пустым грифом, что в приседаниях, что в румынской тяге. А последние три круга добавляем вес на штангу. Но, чтобы у вас получилось не меньше 12 повторений, подбираем вес каждый, естественно, самостоятельно. У всех силовые показатели разные. Поэтому, когда меня часто спрашивают о том, почему я указываю только на количество подходов и повторений, а не указываю веса, потому что все вы разные и можете выполнить разное количество повторений с разной нагрузкой. Лучше вас никто не знает, какой вес вы сможете одолеть в том или ином количестве повторений. Таня долго не ходила на тренировки в связи с учебой, болезнью, поэтому подзабыла, как приседать. А приседать нужно с увода таза назад, а не со сгиба коленей. Начальное стартовое движение это убирать таз назад, как будто хотите сесть на табуретку, находящуюся позади вас. Румынская тяга начинается с движения, как будто вы хотите оттолкнуть попой стену, а стоите вы к ней, к примеру, прижавшись. Или кого-то оттолкнуть назад. Гриф всегда скользит по ногам, поэтому данное упражнение лучше всего выполнять в штанишках. Обращайте внимание, опять-таки, на уровень опускания гантелей при жимах стоя. Румынская тяга – одно из лучших упражнений для бицепса бедер и ягодичных мышц. Оно безопасно, если вы выполняете его технически грамотно. Чем уже вы поставите ноги в данном упражнении, тем легче вам будет прочувствовать рабочую мышцу. Данное упражнение – отжимание от скамьи – выполняйте, если вы не можете отжиматься от брусьев. Брусья – идеальное упражнение и лучшее упражнение для грудных мышц, для трицепсов. Это мало кто знает, но я делюсь с вами этой информацией, вы должны это знать. Поэтому стремитесь, как научиться подтягиваться на перекладине, так же и отжиматься от брусьев. Это изменит ваш верхний плечевой пояс до неузнаваемости. Никакие другие упражнения не влияют так на нас, что на парней, что на девчонок. Единственное, девчонки, естественно, слабее, чем парни, и тренировку нужно строить исходя из этого. Много подводящих упражнений и отжимания от скамьи, когда руки за спиной – одно из лучших. Обратите внимание, что гриф штанги нужно класть не на шею, чтобы не повредить своему позвоночнику. Гриф лежит на задних дельтах и на трапеции. Тогда у вас, у грифа, не одна точка опоры шея, а три трапециевидные мышцы верхние и задние дельты. И во-первых, и во-вторых, и в-третьих, это помогает технике. Не так вас клонят вперед, вы можете более четко сосредоточиться на выполнении движения. Также не забывайте, что лопатки в этом упражнении всегда нужно держать сведенными вместе. Это поможет удерживать спину ровной. Еще один очень важный момент – это дыхание. Старайтесь вдохнуть и на задержке дыхания опуститься, а на мощном выдохе встать. В момент, когда вы задержите дыхание, шарик воздуха будет держать вашу диафрагму, которая будет давить на мышцы соответствующие. Позвоночник не даст округлиться. Позвоночник не будет округлиться. Посмотрите опять-таки, я сколько не говорю Юле о правильности движения. Она все равно сгибает ноги очень сильно, таз уходит вперед, нагрузка ложится не на грудные мышцы, трицепсы, а перегружает плечевые суставы. У Тани получше получается, хотя ноги тоже согнуты. Самое главное – держать таз как можно ближе к скамье. Для этого нужно просто расслабить корпус, позволить ему повиснуть как на брусьях. После пары тренировок у вас это получится. Видите, как низко держит гриф Юля. Ей гораздо легче держать спину прямой, нет нагрузки на шейный отдел. Полностью сосредотачиваемся на выполнении упражнения. Вся нагрузка в работающих мышцах, поэтому мы никогда не распрямляем коленки полностью. Так же, как и локти, собственно, ни в каких из упражнений. Смотрите, насколько низко нужно опускать гантели. Только до уровня ушей. Румынская тяга. Лучшее упражнение после становой тяги для задней поверхности бедра, для ягодичных мышц. Обращайте особое внимание на хват. Он не должен быть у вас разнохватом. Когда одна ладонь повернута к себе, другая от себя. Это смещает нагрузку, раскручивает вас в ту или иную сторону и вызывает проблемы в позвоночнике. Если вы видите, что кто-то это делает, то в основном это делают только на соревнованиях, чтобы легче удержать гриф на дно повторения. Но мы с вами не соревнующиеся атлеты. Для нас здоровье имеет первостепенное значение. Посмотрите, как хорошо получается у Альбины выполнять данное движение. Когда она пришла тренироваться, еще даже двух месяцев назад не прошло, она не могла сделать и четырех раз. Сейчас она выполняет свободно пять подходов в пятнадцать повторений. Естественно, это хорошо сказывается на ее внешнем виде. Также она очень хорошо следит за питанием и за эти полтора месяца скинула приличное количество килограмм. Не забывайте пить воду во время тренировки. Всегда смотрите, выполняя такие упражнения, как приседания и стоновая тяга перед собой. Никогда не смотрите вниз, потому что вас начнет клонить вниз. Смотрите за тем, чтобы блинчики на грифе, штанге не уезжали в стороны. Это будет вам мешать и может повредить позвоночнику. Девчонки не проконтролировали, я не проконтролировал. И диски разъехались. Лучше всего одевать замки, страхующие замки различного типа. Их сейчас очень много в каждом зале, возле каждого станка. Пять кругов. Это то, к чему нужно стремиться. Пять кругов. Пятнадцать повторений в каждом подходе. Тридцать секунд отдыха между подходами. Также можно чередовать данную тренировку с точно такой же. Единственное, когда вы будете делать не 12-15 повторений, а 8-10. Естественно, веса будут больше. Естественно, вам понадобится больше отдыха между упражнениями. Но, на самом деле, нужно выполнять и ту, и другую тренировку, так как нагрузка будет ложиться совершенно по-разному на разные типы мышечных волокон. А затрагивать нужно каждый тип мышечного волокна. Если мы хотим гармонично и полностью развиваться, развивать наше тело. Чем ближе, повторюсь, вы будете держать ноги в данном упражнении, тем легче вам будет выполнять движение и легче прочувствовать его. Собранные вместе лопатки также помогают удерживать спинку идеально прямой. Начинайте движение с того, что отталкиваете себя грифом назад. И скользите грифом вдоль ног, касаясь его. Штаны предостерегут вас от повреждений кожи. Не стоит это забывать. Техника безопасности всегда на первом месте. Румынская тяга – отличное упражнение, которое я всегда рекомендую делать. И включаю его в тренировки, когда мы делаем присед. Становую тягу мы делаем отдельно в другие тренировки. После тренировки нужно произвести заминку. Обязательно, чтобы сердце успокоилось, чтобы все системы нашего организма пришли в норму, в дотренировочное состояние. Никогда не пренебрегайте разминкой, если хотите сохранять свое здоровье, свое сердце в хорошем состоянии. После тренировки также следует легкая растяжка работающих мышц. И обязательно растягивайтесь дома. Друзья, кто следит за моими статьями и видеороликами, заметил, что я стараюсь давать информацию так, чтобы вы могли спокойно ориентироваться в мире железного спорта. Чтобы вы могли самостоятельно составлять себе программы тренировок, программы питания. Для тех же, у кого нет времени или желания углубляться во все эти дебри, я веду профессиональные тренировки. Как вживую, так и онлайн. Ученики у меня по всему миру успешно тренируются, успешно выступают. Если вы не имеете возможности или не хотите сами составлять себе программы питания или тренировок, пишите мне в личку, я с удовольствием с вами поработаю. В ближайших выпусках моих видеоуроков и статей будут затронуты следующие темы. Жим ногами, подъем штанги на бицепс, тяга штанги в наклоне. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в личку заранее. Видео темы будут интереснее, чем больше вопросов вы пришлете. Также присылайте интересующие вас вопросы на любые темы. Самые интересные мы будем освещать в наших видеороликах и статьях. Обращаю особое внимание на то, кто комментирует мои видео в YouTube. Если вы хотите и ждете ответа, будьте добры проследить, чтобы я имел возможность вам ответить. Потому что многие задают вопрос, а ответить я просто не могу. Нет кнопочки ответить. Обращайте на это особое внимание. Также в ближайших видео и статьях я освещу темы, амплитуду движения, скорость выполнения повторений, отдых между упражнениями и подходами. Это канал Heavy Metal Gym. Увидимся с вами в тренажерном зале, друзья. Всем пока!